противоударный смартфон защита ip68 ip69 к милост d810g большим айпи с экраном с поддержкой частоты обновления экранов 120 герц аккумулятор на 15000 миллиампер часов встроенный диастиметр качественная сборка хорошая производительность и это разумеется только малая часть того что можно прочесть в рекламе к противоударному смартфону black view а б в 93 00 но как же на самом деле дела обстоят у данной модели я сейчас вам расскажу распаковка поставляется смартфон в белой коробке из плотного картона что стандартно для black view на ней есть название модели а также есть краткие характеристики пакинг хороший все упаковано надежно в комплекте мы имеем блок питания на 33 ватта также есть кабель для зарядки с тайп си на тайп си и сам противоударный смартфон с наклеенной защитной пленкой но я ее отклеил вместе с пленкой на которой находилась информация модели так что будьте аккуратны ключ для извлечения гибридного слота для двух наносим карт или одной наносим карты одной карты памяти до одного терабайта габариты устройства 178 на 82 на 23 миллиметра вместе с блоком камер вес целых пятьсот двадцать два грамма больше чем полкило розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны сейчас разыгрывается стандартно 5 мебендов 7 серии за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно помимо этого разыгрывается пока и в 5 условия в записи стрима на пока и в 5 на канале подписывайтесь на телеграм-канал скидок взаимопомощи мой личный телеграм-канал там много всего полезного перейдем же к защищенному смартфону приобрести данную модель можно в черной расцветке в черной расцветке с зелеными вставками а также в черные серыми оранжевыми вставками дизайн модели практически такой же как у многих противоударных смартфонов но у б в 93 00 нет сильно выступающих деталей боковые рамки металлические тыльная часть прорезиненная как и торцы с нижней и верхней части есть стандартные утолщенные углы для улучшения прочности смартфон очень тяжелый в руке лежит не совсем удобно и одной рукой пользоваться им проблематично носить его лучше в рюкзаке или в какой-либо сумке сборка хорошая как и материалы на корпусе есть разъем для зарядки usb type-c от аге версии 20 который находится под прорезиненной заглушкой удобно что есть крючок для шнурка кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев и качели регулировки громкости кнопки хорошо оформленные не имеют люфт как в прошлых моделях также мы имеем стандартно программируемую клавишу с тремя видами нажатий в настройках ко всему можно переназначить команды для нажатий миниджека нет и как по мне это файл в таком смарте далее есть микрофоны один основной динамика один разговорный звучание здесь моно что тоже файл вот такие недостатки сходу так как у б в 92 0 установлены были хорошие стереодинамики как вы помните обзор у меня на него тоже был на борту б в 93 2 0 есть функция продувки динамиков и две функции для улучшения качества звука моно звука список поддерживаемых кодеков вы можете наблюдать на экране хотя это не особо сильно актуально для защищенок основа есть и вот уже хорошо в принципе вибромотор неплохой но не настраиваемые последнее что стоит отметить это едва заметный светодиодный индикатор и диасметр для длины площади или объема данная функции вправду полезная но точных цифр разумеется она не выдает летим дальше смартфон оснащен стандартной ps дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей full hd плюс дисплей покрыт стеклом corning gorilla glass 5 серии имеет бортик по периметру для защиты экрана рамки громадные особенно верхние и нижние соотношение сторон 19 9 что нестандартный экран поддерживает 16,78 миллиона цветов режим работы в перчатках имеет плотность пикселей 398 ппи что неплохо при прямом попадании света на экран яркости не сказал бы что достаточно и в солнечный день разглядеть что-либо на экране будет проблематично но как для защищенного смартфона экран хороший во время использования заметил одну странность на ютьюбе при просмотре различных роликов в некоторых из них экран очень контрастно передает цвета это странно автояркость работает хорошо и корректно частота обновления экрана максимум 120 герц также на выбор есть авто подбор 90 герц и 60 мульти тач на борту экран откликается на 10 касаний без проблем ура иногда это не происходит к слову в защищенках разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в кнопку блокировки распознавания лиц и стандартными способами пароль графический ключ сканер отпечатков пальцев работает некорректно из пяти раз он распознает только три завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно но это сделать сложно распознавание лиц срабатывает даже под углом за что плюс но завести можно только одни биометрические данные лица летим дальше процессор mediatek helio g99 всех процессом 6 нанометров и 8 ядрами максимальная частота которого две целых две десятых гигагерца графический процессор мали g57 mc2 интерфейс док о с версии 3 1 на базе андроида 12 версии русский язык на борту интерфейс работает некорректно так как часто сбрасывает из приложения либо подвисает сам смартфон ну и все подобные прелести и минус том что я не могу зайти в google аккаунт на смартфоне что очень странно пишет что необходимо повторить попытку позже на борту есть также android авто различные дополнительные функции специальные возможности игровой центр детский режим режим фокусировки измеритель шума компас фонарик строительный уровень отвес настенный уровень увеличительное стекло сигнал сос барометр шагомер и много всего подобного fm радио работает только с наушниками при том напоминаю что мини джека нет оперативная память lp ddr4x на 12 гигабайт виртуальное расширение озу на борту сверху уже имеющихся до 9 гигабайт но штука это повторяюсь бесполезная внутренняя память и fs 2.1 на 256 гигабайт не особо быстрая имеется поддержка вай фай пятой серии поддержкой 5g сетей отсутствует а для 4g 7 20 бэнд на борту все прям как для нас сделали связь смартфон ловит отлично проблем с датчиком приближения не было как и с микрофоном запись разговора на борту bluetooth версии 5.2 и на все модуль в наличии мир пэй встает без проблем из навигации на борту gps глонас бейдоу и галилео gps-t с городских условиях показывает точность 12 метра что стандартно для дэмэн сити но напоминаю что многие жалуются на дэмэн сити по gps навигации больше народ устраивает обычную qualcomm с тремя метрами емкость аккумулятор 15000 миллиампер часов smart поддерживает быструю зарядку 33 вата полный цикл зарядки от родного адаптера питания с нуля до сотки занимает 3 часа 45 минут вот так вот много как powerbank использовать bv 93 20 можно что очевидно в писемарке устройство выдает 18 часов 55 минут тест я проводил на 100 процентов яркости со 120 герцами вот вам и тестирование день жди только чтобы он прогнал полностью писемарк поедает за один час просмотра видео на ютюбе на максимальной яркости по вайфаю всего три процента за час игры в обгал мобайл улетает 11 процентов в целом играть подобные игры на смарте можно без проблем но даже на рекомендованных настройках игра слегка подтормаживает то есть все по минималкам тротлинг тест проходит очень плохо 72 гипса минимально 117 гипса в среднем из 200 гипсов максимально тест я проводил на 100 потоков при 30 минутах гиг бен 6 сингл кори 704 мульти кори 1859 3d марк показал слинкшот экстрим 2000 слинкшот 2737 wildlife stress test 1233 wildlife 1229 wildlife extreme stress test и wildlife extreme 344 343 в antutu выдал результат 376 тысяч попугаев почти 400 тысяч почти минималочка золотая для того чтобы хоть как-то работать сторож тест показал хорошие 43000 для такого типа памяти 45-минутный стресс-тест прошел не идеально об antutu а и смартфон выдал супер скромные 75000 напоминаю флагманы по 4 миллиона выбивают летим дальше black view б в 93 2 0 имеет степень защиты ip68 ip69 камилы стд 810 g для начала я проверил его на водонепроницаемость по итогу он спокойно функционировал около 20 минут после чего выключился находясь на улице в плюс 10 градусах при том что он был заряжен на 70 процентов он выключился не включался около часа хотя такая мелочь не должна была бы повлиять на его работу также они советую его держать дольше чем 30 минут в воде или окунать его в соленую воду или брать с собой в баню чтобы протестировать ударопрочность я несколько раз бросал его на твердую поверхность экран остался целым даже царапины не появились а вот на корпусе и на блоке камер появились вмятины и царапин но ничего не треснуло что хорошо летим дальше основной блок камер с тыльной части состоит из трех модулей лет вспышки направленного микрофона основной сенсор samsung s5 k g n 1 на 50 мегапикселей сверх ширик с углом обзоров 120 градусов плюс макро на 8 мегапикселей и 2 мегапикселя датчик глубины сенсора ночного видения нет запись видео доступном максимальном разрешении 2к 30 fps основного модуля цифровой зум только в 4x фронтальный сенсор samsung g2 на 16 мегапикселей максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps цифровая стабилизация на борту и отрабатывает она хорошо сверх ширик работает только в 1080p для видео в стоке достаточно различных режимов к примеру ночная съемка про режим макросъемка портретный режим 50 мегапикселей beauty режим монохром панорама и так далее как по мне качество видеосъемки учитывая тип устройства неплохое но ничего невероятного ожидать не стоит сверх шире к слову у меня вообще был в расфокусе да и в целом все работает максимально некорректно минусы мало яркости экрана нет миниджека можно завести один и тот же отпечаток пальца радио только с наушниками при том нет миниджека то есть наушники должны быть с тайп си защита от воды не спасла его нет возможности завести google аккаунт операционная система лагает в играх часто все подтормаживает да и процессор тротлет цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал и участвовать в розыгрыше бэндов и пока f6 резюмирую защищенный смартфон blackview bv 93 2 0 по мне не совсем удачная модель либо супер сырая вот прошлое bv 92 0 мне больше понравилось так как она работала куда корректнее от меня девайсу больше нет чем да но это сегодня может быть вы приобретете данный смарт и напишите мне в комментах что нет сани уже все волшебные тебе просто не повезло я к слову допускаю что так она есть огромное спасибо всем за просмотр и особенно спасибо тем кто оставит любой комментарий больше пяти слов знаете вы помогаете проекту